я вообще первый раз вышел в эфир instagram профиль свой виду с ноября вроде бы посты писать пишу там истории так далее но в эфир практически не выходил когда я пошел на первый митинг мы я пошел ради интереса и об этом даже пост написал и посмотрел кто там находится что говорят что говорят депутаты что говорят молодые люди до посмотрел людей принципе не так много и мне в принципе сам митинг или как вам собрание не знаю как правильно называется в принципе понравилось но не понравилось выступление депутатов а именно джангаева да об этом я написал тоже своем посту и написал так что но я схожу там на следующий митинг или собрание там схожу но если там будет как бы мало людей я больше сам никогда в жизни не не на киеве мероприятие такого рода больше не пойду потому что ну раз никто не понимаешь что происходит как оно происходит но я тоже буду жить как бы так чтобы для себя воспитывать своих детей работать ну мне больше всех этого не нужно я никуда не стремлюсь на самом деле ну и получилось так что пришел народ пришли молодые люди которых и но я многих из них знаю начали выступать там мне начали там писать да скажи там свое слово получается так что этом из потешка дома там что-то пишу посты выйти сказать не могу поэтому вышел тоже высказал свое мнение наверное вы все видели что этом как я там сказал в принципе это моя манера разговора когда я что-то пытаюсь объяснить или как я часто сравниваю что-то рассказываю как я воспринимаю для меня легче излагать мысли именно вот такой форме поэтому ну вышел выступил получается потом на следующий день мне звонит санал который там тоже выступал на я его он оказался как бы тоже родом с район мы его не знал до этого митинга звонит и говорит что так и так там вышли высокопоставленные чиновники сказал фамилии хотят встретиться хотят диалога но я говорю с какой целью общем и кто такие общие я что-то какую-то организацию представляю или там за мной там тысячи народов я кто такой ну наше дело предложить типа мы же идем на диалог а хотим пойти на диалог хотим убрать трапезникова принципе так подумал ну я могу пойти так сам за себя там поговорили и им сказать то что этого человека нужно убирать с нашей республики с нашего города далее мы договорились со встречи но встреча прошла в принципе нормально они ну как бы анонсировали это так чтобы это было кулуарно на чтобы никто об этом не знал хотя мне сразу я сразу задал вопрос будем снимать прямой эфир или не будем мы попросили так залоги вверх давайте вместе встретимся обговорим на я бы ну ладно в принципе я из детства с юношества присутствовал на всякого рода разговорах там собраниях или еще как-то как можно назвать до такого рода встречи и зашли мне мы кабинет чингиза николаевича бериков разговор прошел корректно корректной форме никто никому не грубил ну разговаривали принципе по существу они рассказывали свою точку зрения на говорили он мы говорили совет свою отстаивали свою точку зрения давили на то что мы дестабилизируем эту обстановку мы хотим взять и перевернуть стол лично я сказал так мы кто такие мы никто мы никто это я пришел сюда вот поговорить за себя и я не считаю что я хочу там перевернуть стол или еще же вы дестабилизирует эту ситуацию вы своими действиями дестабилизирует ситуацию нашей республики в нашем городе зачем кто кто такие решения принимает зачем нужен человек весь мир знает да весь мир знает какая ситуация на донбассе да весь мир знает тут привозят нам именно оттуда военного и ставят не где-то там до какой-то организации доработать я главу у нашей столицы главу нашей столицы назначает это что такое это какой-то эксперимент или еще ладно если там год назад поставили из днр главу там например и рязанской области до поставили бы полгода назад из днр кого-то там на сахалине дан допустим тогда еще наверное может быть это как-то прокатило бы что-либо восприняли бы почему именно из днр приводит сюда ставят главой нашей столицы не то как я сказал в своем выступлении мне это общение непонятно и неприятно на самом деле это на что были какие доводы у них можно могут быть они пытались нас поймать на том что мы дестабилизируем эту ситуацию евро и не мы ну никто вообще ну и чё меня там во мне проблема меня посадить как и любого другого здесь сидящего человека на это очень легко в нашей стране как батут сергеевич говорит мы все это понимаем мы тоже это все понимаем ликвидировать ну не знаю дело не в нас потому что это уберут меня там и лету кого сонала там на кстати на встрече присутствовали я изначально был алдар рендженов потом ему нужно было уезжать и санал цирин забыл фамилию но с контура и бата тоже забыл фамилию а ну и один отказался совсем приходить я хочу сказать да вот лично мое мнение лично мой вывод этот вот такой мы все сели самолет ваш пассажирский для самолет под названием республика калмыкия на хотим улететь в светлое будущее хотим улететь но наш кто там главный в самолете командир экипажа да получается наш командир экипажа ну во первых он получается совсем не опытный это во первых на во вторых получается он не слушает своих помощником там таро пилота там еще кого-то всю свою команду не слушает получается так я просто такой вывод для себя сделал и этим самым он дестабилизирует ситуацию получается так я не знаю он он не слушает пор полу получается пассажиров в лице нас до населения в этом самолете мы все в этом самолете и дети и старики и женщины мужчины как и во всех самолетах есть вип-зал да где богатые это наша элита они тоже в этом самолете мы все сам в одном самолете и мы хотим взлететь хотим взлететь и полететь светлое будущее я не знаю с таким командиром экипажа вообще даже высоту наберем я даже не знаю когда у нас керосина по большому счету нет ну и получается и не слушать своих свою команду экипажа не слушает что ли ни команду экипажа не не пассажиров не слушает а ну и самое главное мы то все думали что это назначение там земли до с управляющей компанией там этим самолетом а управляющей компании говорит ну кому там администрация из компании говорит что это не наш человек сам командир экипажа привел создал такую ситуацию но я не знаю что дальше ожидать и так получается мы все поверили до своего неопытного пилота получается хотим улететь в светлое будущее с опаской хотим взлететь по большому счету и тут такие действия непонятные я не знаю я лично может быть это трусость какой-то степени да может быть я трус или инстинкт самосохранение какой-то может быть срабатывать да но я лично беспокоен такой ситуации зачем он провел на борт корабля на центральный отсек корабля корабля говорю самолета вытащил человека из багажного отделения на снял с нее с него целлофановый пакет и сказал вот это наш и жены не инженер-технолог от него токсичный запах идет мы все задыхаемся и задохнемся просто высказал каждый высказал свою позицию по этому поводу позиция 1 убирайте трапезникова разговаривайте с брату сергеевичем донесите ему скажите что это назначение но раздражает народ народ и так был народ вас поверил вас поверил с опаской и но все равно даже даже если вы не опытный на пилот садитесь полетим светлое будущее мы вас поверили но тут мы даже взлететь не успели по большому счету то есть получается что глава республики в администрации признали что назначение людей на ключевые посты исходят из позиции кумовства родня одноклассник друг братства а ну и да вот именно я разговаривал насчет задавал такие вопросы в принципе на я не против что там арзаев палыч стал там председателем до гс депутатов собрания потому что он сват ну начнем копать наверное здесь мы все сваты будем калмыкина там какой-то дальний дальний сват все равно наверно мы здесь сваты все меня все время поражает то что когда они говорят когда бату сергеевич говорит про клановость да говорит про какие-то группировки говори да это как вообще на сын какие клан можете огласить его спрашивают что за кланы или вы имеете рада имеете ввиду родоплеменные связи но это же как это искоренить в калмыкии родоплеменные связи вот весь рот там эркетеновцы да если они там дружные это это что значит это клан их нельзя пускать в никак не на какие должности или как ну это что за фобия какой-то страх что лишь что кто-то сворует вы же глава пойдите скажите объедините эти кланы пригрозите я не знаю неужели неужели такое такая фобия если кто-то где-то проворуется посадите наглядно там но на площади скажите вот это воры все никакого воровства не будет наоборот начнется конкуренция этих кланов если ли как там родоплеменных связей конкуренция районов начнет показать себя с лучшей стороны все начнут стараться если нужно объединять они разделять ну я не знаю как они не смогли ответить что-то там кирсонисты на меня ты же гарт нам с нам сыра там родственник товарищу ну брат я ну это само собой ну и что он мой дядя я его уважаю есть его есть за что уважать я ему там в своем инстаграме целый пост написал правда когда шла предвыборная компания я как бы не агитировал за него там не говорил вот за них голосуйте за нам сыра это то ну типа такого потому что понимал что ну любое мое слово адресованное ему в его поддержку она будет сразу не нейтрализоваться тем что я его родственник поэтому я как бы я помогал вот чем мог ну вот такую агитацию прям не вел те кто знают они сами голоса могли бы проголосовать если бы вообще допустили на выбор это отдельная тема я не хочу об этом разговаривать просто когда идет вот речь о родополеменных связях ну тогда тогда чем все здесь калмыки все 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 родственники между собой объедини вот самое главное объединить я считаю это лично мое мнение выбрать кадры очень много не все же воры не все я не знаю что у всех соблазн какой-то играет что ли мне пишут там вот типа ты ну и понятно что мать моя уже в возрасте переживает за меня да родственники все там пишут путь осторожен я уже не знаю мне 31 года я давным-давно и маленький мальчик более-менее у меня голова соображает я понимаю там какие риски там или еще что то но чего боятся боятся того что посадят меня что ли ну посадят буду сидеть значит убьют что ли ну все мы умрем когда-то какие еще там варианты похитят ну похитят дальше что проблема то не во мне поэтому беспокоиться как бы за меня не надо всем конечно спасибо за ваше беспокойство я понимаю все это и я об этом я об этом всем думаю все это знаю поэтому надо быть на виду ну да в принципе уже как бы в такой ситуации наверное гласность и ну вот это нужно быть на виду это какая-то защита наверное может быть фото прямо в эфире чтобы люди знали а в конце встречи мы пришли к тому что мы будем встречаться с трапезниковым вчера должны были встретиться сегодня должны были встретиться с Бату Сергеевичем а ни с тем ни с другим мы не встретились я вообще чувствую себя как бы обманутым ну это потому что мы разговаривали как говорится за Лукивер да я надеялся на то что люди будут отвечать за разговор раз Трамп из некого там я не знаю боится может быть он правильно делать что боится выходить к народу да мы пойдем ему там скажем скажем Дима уезжай отсюда езжай домой если ты такой хороший антикризисный менеджер да как тебя у нас тут очень много депрессивных регионов езжай туда может быть у тебя там примет народ но ты должен уехать отсюда вы дестабилизируйте своим присутствием дестабилизируйте здесь обстановку скажем ему на встрече с камерами без камер без разницы но скажем ему с Бату Сергеевичем должна была официальная встреча быть где можно было осветить там кое-какие моменты ну вообще саму встречу может быть не сам разговор но то что мы заходим то что мы выходим оттуда и и Бату Сергеевичу пытались бы донести то что нам не нужен нам не нужны эти митинги или еще что-то и мы не ответственны за это поймите мы не ответственны мы никто по большому счету это вы позвали я не знаю по каким критериям вы отобрали да тех кто здесь сидят ну и наверное критерий один наверно кто там выступал на этой площади на Пагоди тех наверное выбрали я не знаю но пусть уезжает здесь кто-то писал что пять часов да мы пять часов разговаривали там было очень много личного с этими людьми ну как бы лично они личные моменты там рассказывали рассказывали о Сибири поэтому даже если они пообещали и не сделали за Луки Вер но я сам себе не могу такого позволить и рассказывать ну какие-то может быть острые моменты для них поэтому да обсуждали многое обсуждали обсуждали когда мне говорят да вот когда мне говорят за автобусы из Москвы да привезем когда мне говорят за построим поликлиники там еще что-то вот такие вещи когда говорят когда такие вещи говорят да и это как-то ну я не знаю я сам по себе может быть такой эмоционально впечатлительный и какие автобусы когда вот мой сын ходит там в школу да ходит в школу бывают родительские собрания некоторым детям не некоторым многим сейчас там одеть нечего некоторые некоторым пожрать даже нечего какие 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 автобусы здесь 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 долг у вас растет республиканский долг растет какие автобусы вы у вас есть какая-то какой-то экономический план развития или еще вы просто это все просто говорите приехали разделяете общество для чего вы сейчас что вы делаете здесь сидите я поверил чингизу николаевичу я поверил на рану то что это человек бату но тогда это же тогда совсем легко получается раз это человек бату не человек да сверху не с высоких кабинетов как он выражается да так скажи ему друг ты же видишь какая ситуация наверное тебе лучше уехать а спрашивает вы что бы сделали на его месте я говорю так как что есть ли они там какие-то друзья близкие или еще что-то какие-то без разницы какие их там отношения да я вместо димы сказал бы сам сказал бы бату конечно там спасибо за предложение но я вижу то что здесь назревает какая-то какая-то плохая волна для всех по большому счету и для тебя и для населения поэтому я поеду но я не знаю я может быть слишком просто слишком примитивно да рассуждаю типа многого не знаю да типа типа идет борьба типа идет борьба за Орлова типа Орлова сверху продавливают чтобы он стал сенатором да батутом борется ему нельзя уступать какая борьба где здесь здесь у тебя народ по большому маршруту готов к бунту да я не знаю я может быть утрирую но какие там интересы там в Сенате или еще что-то а вот и уверен ли ты то что ты там вообще решишь вдруг ты там проиграешь и Орлов станет сенатором тогда что что тогда Орлов сенатор трапезников глава администрации а мнение народа получается который в тебя поверил я лично сам ну за него не голосовал я был изначально как бы против и после выборов после выборов вроде какого числа я там написал пост вообще на тему выборов и всего такого ну раз уж большинство проголосовало значит значит поверили в него он и мы тоже в этом самолете те кто в него не верил мы все равно мы же с этого самолета никуда не убежали на свой страх и риск мы тоже должны с ним лететь в светлое будущее про Зайцева говорили так говорили и про Зайцева говорили они нам пытались сказать вот почему трапестников типа зачем вы сразу так у вас какая-то аллергия появилась на этого человека да я говорю так это мои слова как бы ладно бы если это было бы у вас у вашей вообще команда общей да у вашего пилота у ваших пилотов там командира экипажа у вас бы были действия там первый шаг хороший второй шаг хороший третий шаг хороший четвёртый шаг хороший пятый шаг хороший но на шестом шагу вот так поступился тогда конечно можно было бы это лавировать реально наверное можно было бы лавировать и скорее всего наш народ проверил мы буддисты да Мы сами по себе верующий народ. Мы хотим всех светлого будущего, хотим верить во все. И поверили бы мы, раз поверили уже на изначальном этапе. Но тут получается так, как будто специально. Эти пиарщики там что-то как-то нас обозвали. Потом Зайцева председателем правительства поставил. Потом Шварцманы, Поповы, то-то-то-то-то-то. И в конце, вот вам держите еще Диму. Про него сняли фильмы про Бату Сергеевича. Сангаджи отзывался о нем. Я не знаю, как он позицировал, чуть ли он не избранный. Избранный не только народом, чуть ли не избранный Богом, можно сказать. Но избранные, они так не поступают. У избранных, наверное, какие-то более понятные какие-то ходы, наверное. Говорить о Городовикове, ну, говорить о Городовикове, ну... С Городовиком никому вообще даже сравниться нельзя. Ну, по большому счету, ни Намсыру, ни Бату, ни Кирсану, ни Орлову, ни Манджиковой, ни Мучаеву, ни Вышкварку. Даже сравнивание не стоит. Это что такое? Перспективы для Калмыки, какие я реально услышал? Реальные перспективы я услышал вот такие. Ну, это, опять же, это мое восприятие такое, я не знаю. Вообще, изначально получилось так, вы взлетаете, да? Вы взлетаете, вот вам пилот, он с нашей компанией, как говорится. Мы вам еще два самолета отправим, которые вас заправят керосином, вы дальше будете лететь к светлому будущему. Ну да, мы тоже в это поверли. Не оставят же нас, наверное, без керосина. Как мы дальше вообще полетим? Вот такие перспективы, что нужно там надеяться на инвестиции. Да я понимаю, что у нас датационная республика, но... Завтра мне, да, там, миллиард. Я еще не знаю, эффективно я их потрачу, неэффективно, потому что здесь же нужно, наверное, учитывать все. Учитывать опыт мой, там, или еще что-то. Может быть, даже если я сильно захочу, я не смогу это сделать. Береков поддерживает назначение на обезьянке. Береков поддерживает назначение на обезьянке. Командир экипажа никого не слушает. Вот я к чему пришел. К какому выводу пришел после разговора с ними. Ни Берекова не послушает никого. Ни пассажиров. Ну и не пассажиров. А и самое главное, получается, землю не слушает. Команды земли никакой не было такой. Сказали, это его инициатива. Личная. Но я почему-то поверил, что это личная его инициатива. Вы предложили альтернативу трапезняку. А, там был такой разговор про вот этот, типа, кадровый резерв, да? Что, типа, нету... А, там три заявки. А, предлагали там, даже фамилии какие-то называли. Кто-то там в Москве работает на каких-то... Где-то, может, с большими зарплатами, с перспективной. Как с перспективным карьерным ростом, да? Но я не знаю, я не поверил. Не поверил в то, что... Вот я там был в Москве полтора года. Там очень много калмыков наших. Работает в управах. Работают в жилищниках. Некоторые там начальники жилищников. Некоторые там заместители районов, да? Там, в Москве, в район, численности населения там в разы больше, чем у нас в Калмыкии. И, соответственно, масштабы работы больше. Бюджет, соответственно, другой, да? И получается, они же справляются. Или, может быть, они тоже там все воры. Их нельзя сюда приглашать. Они здесь будут разводить клановость. С таким настроем вообще тогда, кого сюда приглашать вообще? Вы для чего глава? Неужели, я не поверил, ни один из наших земляков не захочет приехать в Элисту, работать с этим менеджером? Я узнавал примерно зарплату. У них вроде бы очень даже приличная для нашего города. Не считая там премии и всего такого, да? Я не сказал бы, что они в Москве там получают миллионы. Примерно, наверное, не меньше, я думаю, получают. Неужели никто не приедет работать? Ну, я просто в это вообще не верю. То, что они там предлагали. Кому они предлагали? Двум, что ли, людям? Ищите, значит, других специалистов. То, что я сейчас говорю, я это тоже там как бы проговаривал. И парни тоже проговаривали. Говорили ли вы о том, что должность мэра должна быть избираема? Ну, да, ну, просто если вот эти все моменты, все моменты эти отстаивать, да? Это вообще-то нужно вот этих сейчас, который там сформировался, да, список депутатов, всех надо сформировать, наверное, совсем по-другому. Нужно менять вот эти законы степного уложения, да? Ну, наши внутренние. И я там сильно как бы не разбираюсь. Ну, это, конечно, все возможно. Я считаю, что это все зависит от главы. Это лично мое мнение. Все зависит от главы. Все зависит от главы, все зависит от депутатов в Народном Хурале, от депутатов Элисинского городского собрания, от глав районов, от депутатов в этих районах, от глав СМО и так далее. Везде, если будут избирать людей честным способом, да, то, я думаю, что и главу, извините, и сети менеджера можно избрать путем голосования. Голосование именно людей, поживающих в этом городе. Командир адекватный вообще? Ну, в том-то и дело. В чем вообще мое беспокойство? Дальше что от него ожидать? Вот он командир экипажа, да? Какие-то, как вы говорите, нестандартные решения, понимаете, или как? Дальше какие вообще? Может быть, он курс возьмет вниз, в землю уткнемся. Мы еще высоту не набрали даже. Только вот взлетели, хотим набрать высоту, а сразу, может быть, упадем, разобьемся. Я не знаю. И на земле, наверное, тоже об этом думают. Вообще, кто делает такие обращения, да, в интернете? Глава региона. Сейчас все зарубежные СМИ раскручивают эту тему, получается. Все зацепились за это. Нужно же, наверное, я не знаю, думать о том, что ты будешь говорить. Это же, он не в прямом эфире. Вот я с вами разговор в прямом эфире, да? Может быть, здесь что-то лишнее говорю, я не знаю. Я говорю как есть. А там же, как бы, подготовленное выступление было это. Я вот не... У нас в Калмыкии все друг друга знают. Если даже кто-то там в Москве работает, то здесь пробить за человека, это сделать один звонок, все. Как говорится, есть теория, там, шести рукопожатий, да? Можно дотянуться до любого человека в мире. А у нас даже рукопожатия не надо делать. Можно все узнать за человек. Всю родословную можно узнать. Репутацию все можно узнать. А, по трапезнику говорили то, что вот вы, типа, основываетесь только на том, что там в Ютубе показывают, да, там, этот, газеты какие-то пишут, да, это специально, это желтая пресса, да? Типа, вы ведетесь на это. Ну, как, он, какая желтая пресса? Я не думаю, что он такая величина, что о нем будет желтая пресса писать. Это, ну, я не знаю, лично мое такое мнение. Какая желтая пресса? Да хоть одна новость была бы хорошая про него, рассказали бы, какой антикризисный менеджер. А здесь не стесняются. Здесь говорят, что он антикризисный менеджер, у него хорошее образование военное, да? Что он не попоялся что-то там, ну, депутат когда высказывался, мне вообще-то не понравилось. Так говорят, как будто Стива Джобса пригласили.